Всем привет, меня зовут Маша и добро пожаловать на мой канал. Сегодня видео о покупках, о покупках в фикс прайсе. Наконец-то я туда добралась и прикупила разные интересные вещички. Если вам интересно, давайте посмотрим, что в этом подъезде. Буду доставать, в общем-то, в хаотичном порядке. Первое, что я взяла, это был вот такой вот наборчик. Это декоративные, скажем так, элементы, но вообще они вешаются на... Можно повесить на елку в качестве украшения, но я, если честно, покупала для фото. Так как планирую все-таки научиться делать какие-нибудь красивые фотографии с косметическими продуктами, дабы писать о ней какое-то свое мнение в инстаграме. Ну, в общем-то, расширяя, скажем так, свои кругозоры, фотографировать, если честно, я не умею красиво, но очень хочется. И, собственно, данные фигурки я покупала именно в этих целях. Но, если не пригодятся они мне в целях фотографирования, фотографии, то обязательно их применю к елке, если, конечно, в этом году мы сможем ее поставить маленьким ребенком. Далее, что я купила, это опять же было для фото. Вот такая вот, мне кажется, она на композиции искусственных листьев. Ну, в качестве гирлянды она, в общем-то, распутывается такая длинная. Ее я покупала тоже для фото, но осень уже, хоть сейчас и осень, но на улице уже снег, как бы не особо актуальна данная композиция, но, возможно, все-таки что-то с ней сделаю. Тем более, она такая красивая, яркая, с кленовыми листочками. Кстати, можно ее вот так вот себе вцепить, сделать какую-то прическу. Очень интересно. Ну, кстати, очень красиво, мне идет. Далее, что я купила? Блин, я вообще забыла про нее. Я купила шапку, в общем-то, насмотревшись видео Крис Сан, Кристиночка, привет, об ее покупках в фикс-прайсе. Я видела, что она там купила шапку, которых там полно, в общем-то, как и в Китае. Я, когда проходила, увидела просто вот эту шапку, хотя я никогда не покупаю в фикс-прайсе никакие вещи, абсолютно. Я решила ее взять. 55 рублей стоит данная шапка. Офигенно смотрится. Я фанатик белых шапок, если вам показать мой гардероб, ну, что в 10, наверное, у меня точно есть для разного сезона. И эту я взяла. Она обычная, двухсторонняя, не утепленная, без флиса. Она отлично смотрится. И мне идет, как мне кажется. Вот как-то вот так вот это выглядит. Под любой образ, под шубу даже, под куховик, под любую курточку. Сейчас она будет как нельзя кстати и актуальна. Так что, тадам! Все, одними моими покупками были вот такие вот освежители. Или как они, набор ароматизаторов воздуха для дома. Мне такие изначально давила когда-то моя свекровь. Их я запихнула просто в шкафы, где у нас одежда, что-то такое, чтобы как бы приятный запах сохранялся. Понатыкала еще туда палочек. И в этот раз я тоже увидела подобные ароматизаторы. Я решила прихватить. Тем более, здесь мои любимые ароматы. Это лаванда из жасмин. Я просто их обожаю. Правда, розу, если честно, я не нюхала. Но я даже их не открывала. Ждала того момента, когда я сниму о них видео. Роза пахнет розой. Но я бы не сказала, что очень ядренно. Потому что, знаете, от многих запахов у меня начинает болеть голова. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, что-то туда добавляют, когда что-то дешевое и очень такое пахнущее. Лаванда пахнет туалетным мылом. Ну, вот честно. Ну, лавандой, конечно, но мылом тоже очень пахнет. Может быть, у меня мыло просто лавандой было. Ой, а жасмин вообще обалденно пахнет. Это, в общем-то, обалденные ароматы. Их можно даже, мне кажется, я бы могла их использовать не просто как ароматизатор, а так иногда открывать и нюхать их. Еще одними моими покупками, опять же, для фото, я решила прикупить вот такие вот камушки. Я, наверное, при вас сейчас их открою. Вообще, фикс прайс это такой магазин, в котором, скажем так, раздолье для творчества. Но у нас, если честно, в городе нету такого большого... Я живу, кстати, в Жуковском. Это Московская область. Несмотря на то, что мы недалеко от Москвы находимся, в наших магазинах нет такого разнообразия различных продукций, как, например, вот я смотрю у девочек. Там Шабишик и так далее, и тому подобное. Такого у нас в помине не было. Хотя я не такой часто посетитель фикс прайса, и у нас их два в городе. Я была только в одном. Возможно, в другом городе как раз-таки и побольше ассортимент. Но все равно всегда есть что выбрать. Всегда есть какой-нибудь вот февинину купить. Даже тем более сейчас новогодняя тематика. Знаете, когда там гирлянды стоят, извини меня, по цене в других магазинах, то в фикс прайсе можно купить за отличную цену. В общем-то, вот такие вот камушки. Я их не буду сейчас открывать, покажу поближе. Вот такие вот камушки, очень красивые. В каких-то видео у девчонок я видела, как они сделали различные композиции со свечками, с данными камушками разных цветов. Их я тоже брала для фотографии. И, возможно, в ближайшее время, наконец-то, порадую вас какими-то красивыми фотками. Потому что, наконец-то, я смогла это все распаковать, чтобы вам показать. И я не знаю, из чего они сделаны. Это декоративные камушки стеклянные. Многие используют их в качестве наполнения горшков, прозрачных вазочек. Да, это как бы имеет место быть, но я не буду их использовать для этого, потому что у меня и так всего понатыкано дома, что я люблю, все-таки по минимуму, всего было наружу. Еще я приобрела вот такую вот большую корзинку. Я ее, собственно, схватила только потому, что здесь была очень красивая орнамена. Такой ажурчатый, она сама пластмассовая. Эта корзина называется овальная, изготовление Республика Татарстан. Вот. И я не знаю, зачем она мне нужна. Расскажите мне, пожалуйста, если у кого-то есть подобные штучки, для чего вы их используете, потому что подставки для косметики у меня есть, подставки для кистей у меня есть, всяких коробочек, скляночек, ванночек у меня тоже куча. И я не знаю, пока не нашла ей применение, но она мне так понравилась, она такого нежно-розового цвета, что я решила ее схватить, тем более, опять же, цена была там 50-55 рублей. В общем-то, очень красивая корзиночка. Буду искать ей применение. Далее я взяла вот такие вот фломастеры в делителе, маркеры текстовый делитель, 4 цвета, розовый, голубой, зеленый и желтый. Не знаю, их не пробовала. Возможно, сейчас попробую и ставлю как в это видео, посмотрите. Взяла их для своего ежедневника. Так как пишу в ежедневнике список дел, какие-то дела, когда я их выполнила или что-то там уже купила, приобрела, я не люблю вычеркивать, я люблю этот текстовый делитель обозначать, что это уже все выполнено, про это стоит забыть. И вот в таких целях мне и нужны данные маркеры. Посмотрим, не будут ли они полосить, не будут ли они просвечиваться через бумагу. Конечно, за цену в 55 рублей, не знаю, можно ли от них ожидать чего-то прям сверхъестественного, но очень бы хотелось. Еще одна покупочка, это вот такая вот классная коробка. Ну вот не знаю, я была от нее в восторге, давайте я там сейчас ее открою. Коробка для вашего подарка. Ну, собственно, я ее купила потому, что в начале декабря я планирую сделать конкурс. Посмотрите, какая она просто шикарная. И вот такая вот. Она достаточно глубокая, кстати. Я планирую сделать конкурс для вас, мои дорогие, и разыграть коробочку, новогоднюю коробочку в начале декабря, чтобы успела пройти конкурс, и одна из вас получила от меня новогодний подарок. Здесь я планирую, сюда, точнее, в эту коробочку я планирую запихнуть продукты, которые я люблю, которые мне пользуюсь сама и которые могу вам посоветовать. Это будет достойный подарок, и я бы с удовольствием хотела бы от кого-нибудь получить такой подарок на Новый год. Поэтому не забывайте подписываться на мой канал и следить за новостями, и подождать того момента, когда я разыграю данную коробочку и наполнение к ней. Я думаю, что вы останетесь довольны и захотите поучаствовать. Тем более, что сама коробочка, мне кажется, очень крутая. И последнее, что я купила в магазине FixPrice, это была вот такая вот расчесочка. Она складная, у меня всегда вечная проблема с тем, что, если вы мама, вы, наверное, меня поймете, потому что с появлением ребенка ваша сумочка уменьшается просто для неимоверных размеров. И туда, конечно, кроме телефона, кошелька, каких-то карточек, больше ничего не помещается. Расческа иногда, точнее, практически всегда, когда вы куда-то идете, очень нужна. Я искала именно вот такую вот складную расчесочку. Причем одну из я уже заказала в Китае, но когда она до меня дойдет, кто его там знает. Поэтому, когда я увидела ее в FixPrice за 50 рублей, я решила, ну, там, или за 55, в общем-то, я не смогла ее не взять. Вот такая вот обычная массажная расчесочка. Здесь зеркальце, и она очень компактно складывается. Практичный дизайн. Я выбрала самую такую, не особо броскую, не особо аляпистую, потому что там были и различные другие. И, в общем-то, хорошая расческа, не факт, что она проживет долго в моей сумочке и в использую, но это не страшно за такую цену. Тем более, что вторая расческа также должна дойти до меня с Алиэкспресса. Вот и все. Это были все покупки из FixPrice. Если вам понравилось, ставьте пальчики вверх. И всем пока-пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok